Всем привет! Сегодня займемся цветком большим и очень простым, хотя смотрится он необычно. По традиции начинаем с основания. В этом мне помогает пластиковая 9 литровая бутылка для воды. Отрезаем от бутылки дно. Высота бортика при этом составляет не более 6 сантиметров. С помощью ножниц разрезаем верхнюю часть на полоски с шагом в 3 сантиметра и глубиной прореза 2 сантиметра. Для крепления на стену понадобится плотный картон. Обведем отрезанное дно бутылки и добавим к этому кругу еще 2 сантиметра. После чего вырезаем круг. Возвращаем на стол пластиковое дно. Для фиксации на картоне нужно загнуть нарезанные полоски в виде цветка. Из бутылки, вернее ее середины, вырезаем квадрат примерно 6 на 6 сантиметров. И из этого квадрата вырезаем заготовку для петли. В верхней части делаю надрез и довершаю все начатое ножницами. Петля готова. Крепить будем болтами и гайками. Если у вас нет, отправляйтесь на поклон к мужьям, отцам или соседям. А лучше всего купите прозапас заранее. С помощью иглы или шила проделаем отверстие. Вставляем болты и затягиваем гайки. Крепление на стену готово. Дешево и крепко. Следующая часть посложнее. Нужно соединить пластик и картон. Можно склеить, но это долго. От горячего пистолета пластик может поехать. Мебельный степлер, но он не у всех есть. А вот хомут или по этому же принципу болты уже имеются. Кое-что у меня осталось за кадром. Я нагрела форму над газовой плитой. И с помощью перевернутой банки выгнула форму. И она превратилась из плоской в полусферу. Но думаю, это видно на видео. И в форме, и в картоне делаю отверстие. И скрепляю две части между собой. Я скрепила в пяти местах. Думаю, этого вполне достаточно. Лишний пластик отрезаю. Форма готова. Начинаем сочинять цветок. Использовать буду гофрированную бумагу. Двух цветов. Розовую и лососевую. На цветок нам понадобится всего два рулона. Один розовый и один лососевой бумаги. Это бумага итальянского производства. Плотность бумаги 180 грамм. От рулона лососевой бумаги отмеряю и отрезаю 50 сантиметров. Отрезок сложу для удобства. И разрезаю на 6 равных частей по 8 сантиметров. Полоску сложим пополам. Еще раз пополам. И еще раз пополам. Получится заготовка 6 сантиметров. Разрезаем с обеих сторон до конца. Я беру сразу по 2-3 отрезка и складываю его на 3 части. Вырезаю скругленный лепесток. Лепестковой части заготовки придам фигурный вид. Немного оживим. Строго посередине растягиваем так, чтобы ни верх и ни низ не двигались. Затем каждую заготовку скрутим по кругу. Если растянули правильно, лепесток не будет раскручиваться. Нарезаем все ленты и собираем их в круглые лепестки. Лепестки готовы. Начнем тот же процесс, но с бумагой розового цвета. Отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Сложим для удобства и отмерим по 8 сантиметров. И затем нарезаем в итоге на столе заготовки 8 на 50 сантиметров. Каждую полоску сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Получаем заготовку 6 сантиметров. Разрезаем с обеих сторон до конца. Складываем листок на 3 части и вырезаем скругленный лепесток. Лепесткам придаем живой вид и растягиваем заготовку строго посередине. Закручиваем. И все, лепесток готов. Все, что нарезали, превращаем в лепестки. Что-то от розовой бумаги и я немного устала. Вернусь-ка я к яркой, к лососевой. От рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Нарезаем рулон на 6 равных частей по 8 сантиметров. И подготавливаем заготовки для лепестков. Вырезаем скругленный заборчик. Лепестки подготовлены, можно клеить. Но сначала отрежу хвосты хомутов. Первый лепесток я скрутила из двух заготовок. На основании лепестка наносим клей и фиксируем. Все остальное ваша фантазия. Можно сразу начать со светлых. Или миксовать яркие и светлые лепестки. Я решила начать с ярких лепестков. Клей наношу и на основание, и на боковые стенки. Лепестки клею по кругу, прижимая лепестки друг к другу. Клей наношу и наносим клей. Чтобы пластиковая основа не просвечивала между лепестками, предлагаю ее заклеить. Находим все обрезки и остатки нужного нам цвета. И заклеиваем всю поверхность. Правил здесь не существует. Главное не оставлять пластика. По краю я решила приклеить тонкую полоску бумаги. Но это скорее просто для красоты. А сейчас продолжаем клеить лепестки. Клеим их по кругу, прижимая друг к другу. Но не сминая лепестки. Первый круг завершен. Продолжая клеить последующие круги, нужно следить, чтобы лепестки не наклонялись. В третьем ряду предлагаю начать добавлять светлые лепестки. Лепестки добавим в соотношение 3 к 1. Так мы продолжаем клеить целый круг. Постоянно нужно следить, чтобы лепестки не заваливались сильно. Регулировать наклон можно промежутками между лепестками. Где-то немного отступить, а где-то посильнее прижать. Круг завершен. Начинаем следующий. Постепенно количество светлых лепестков в круге увеличиваем. Сочетание становится 2 к 2 и даже 1 к 1. На этом этапе готовности середины у меня практически закончились лепестки. Если вам достаточно такой середины, то можно остановиться. А я немного еще продолжу. Процесс подготовки новых лепестков показывать долго не буду. Нам понадобится еще 50 сантиметров от каждого рулона. Продолжение следует... Подписывайтесь на канал. � все лепестки сделала продолжаем крепить лепестки на форму сейчас буду стараться отдавать предпочтение светлым лепесткам финальный круг лепестков середины только из светлых середина готова следующий этап подготовки длинных лепестков от рулона розовой бумаги отмеряем и отрезаем 1 метр полученное полотно разделим на две равные части по 25 сантиметров полотно сложим пополам еще раз пополам и на три части разрезаем до конца с обеих сторон со второй половиной поступаем аналогично каждый прямоугольник превращаем скругленные лепестки немного растянем посередине и уже на вытянутом лепестке вырезаем фигурный край основание лепестка немного присборить сейчас добавим лепестки из яркой бумаги от рулона отмеряем 50 сантиметров отрезаем делим полученное полотно на две равные части по 25 сантиметров сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам разрезаем до конца с обеих сторон со второй половиной повторим те же действия из лососевой бумаги вырезаем лепестки с произвольным рисунком у ярких лепестков прорезы вглубь лепестка делаю сильнее а форму разнообразней лепестки должны получиться легкими обе партии лепестков готовы можно клеить их на середину переворачиваем середину для удобства начнем с яркого лепестка клеим к основанию и коротким круглым лепесткам следом клею два светлых лепестка лепестки клею по кругу с небольшим нахлёстом как уже стало понятно лепестки я тоже в первом круге буду чередовать первый круг завершён но у меня остались яркие лепестки я распределю их по всему кругу от рулона у меня остались остатки 40 сантиметров розовой бумаги и я разделю этот рулон на три равные части по 16 сантиметров и вырезаю вот такие лепестки из остатка лососевой бумаги я нарезала лепестки длиной 10 сантиметров лепестки я соединю между собой яркие будут сверху и светлый лепесток он больше будет снизу дополнительные лепестки вклеиваю между круглыми и длинными лепестками так цветок немножко оживиться цветок готов но осталась не задекорированная задняя сторона тонкой полоской оберну прозрачную петлю крепления остатками зеленой бумаги закрою картонную поверхность ну вот и все очередное видео мастер-класс завершён этот цветок отличный подарок диаметр цветка 70 80 сантиметров и много места он не займет ведь он предназначен для стены а у меня на этом все создавайте прекрасные удивляйте и радуйте близких всем удачи здоровья пока пока мастер-класс мастер-класс о